Золотой возраст Валентина Петровна, председатель регионального отделения Союза пенсионеров России. Добрый вечер, рад приветствовать вас в нашей студии. И давайте сразу же перейдем к представлению первой организации. Это информационно-образовательный центр «Золотой возраст». Учиться никогда не поздно. Абсолютно бесплатно десятки пенсионеров, чей возраст достигает и 60, и даже 70 с лишним лет, приходят в информационно-образовательный центр «Золотой возраст», чтобы прикоснуться к знаниям. Здесь их, например, обучают работать с компьютером, проводят курсы иностранного языка, читают лекции по мировой культуре, организовывают творческие занятия и познавательные экскурсии. Пожилой возраст считают в центре не повод прекращать свое движение к новым горизонтам. Первый вопрос, Тамара Витальевна, сколько людей занимается в вашем центре? У нас, знаете, каждый день, группы каждый день, это как народные университеты для пожилых. В неделю проходит где-то 160 человек. 160 человек? Да, в неделю, потому что по группам у нас занятия, все по часам, все разбито. А что они говорят? Зачем они приходят к вам? Зачем приходят? Так вы знаете, в общем-то, очень сложно. Было раньше нам, когда-то в свое время, дом, работа, работа, дом. А сейчас есть такая возможность. Ведь не так-то многие привыкли сидеть дома, хочется им познать что-то новое, интересное. А потом вот английский язык, например, многие выезжают за рубеж, и им это очень помогает, там общение. То есть даже пенсионеры выезжают за рубеж? Пенсионеры, конечно, выезжают. А у нас, бабушек, у нас, вы знаете, у нас... Да, вот сейчас, позвольте, вас перебьют, потому что я знаю, что вы в шутку, возможно, называете ваших людей, которые занимаются в вашем центре, советской молодежью. Да, советская молодежь и студенты. То есть правда, что занятия, получается, напоминают прямо университетские? Конечно, конечно, у нас все четко, все по расписанию. Занятия проходят ровно два часа. Вот сегодня занятие с 10 до 12 было, дальше с 12, 30 до 14, 30, с 15 до 17 часов занятия идут. Все четко. Они... Это не те люди, которым вот есть... Ну, много времени у них нет, у них совсем немного времени, потому что у нас, у пенсионеров, тоже очень-очень это все ограничено. Ну, умницы, они бегут, проводив внука, или там что-то сделаем, решили там что-то какие-то такие у них, и бегут сюда на занятия. То есть им важен сам процесс обучения? Да, 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 потому что это так необходимо. Они столько получают новое. Особенно у нас большой популярностью пользуются занятия психологии личности. Это и семейная психология. У нас же, у нас и свекрови, и тещи, у нас... Правда, жалко очень. У нас мало мужчин на счет просто. Это мы называем их диванные мишки, они дома в основном. Вот. И это им очень помогает. Вот нашим женщинам, которые приходят к нам, очень помогают в общении, в общении с окружающей средой, в общении своими мужьями, внуками, детьми. Это очень-очень помогает. Мы их учим. Спасибо, Тамара Витальевна. Давайте продолжим тему, да, и перейдем к другой организации. Это оригинальному отделению Союза пенсионеров России. Вместо таблеток и разговорок на лавочке – активный образ жизни. В Союзе пенсионеров России уверены, что и в 25, и в 75 можно быть активным гражданином. Участвовать в конкурсах и заниматься в творческих мастерских. Танцевать, петь на сцене, увлекаться спортом. Участвовать в дискуссиях и защищать свои права. Сегодня в Ярославском отделении общества состоят около 3,5 тысяч пожилых людей. Все они знают, что возможность радоваться жизни есть всегда. Начну с чего? Я знаю, что два года назад вы с олимпийским факелом пробежали достаточно длинную дистанцию. Неужели все в вашем обществе настолько заряжены вот именно таким духом состязания и полны сил как духовных, так и физических? Вообще очень заряжены. У нас сейчас есть клуб «Активное долголетие», где танцуют больше 200 человек. Это говорит о многом. То есть они перестали пить таблетки. Мы даже провели анкетирование среди этих людей. И они многие не ходят даже к врачам. А возраст этих людей также, да? Очень разные. От 60 лет до 82. И все танцуют? 250 человек танцуют. Вот 26 декабря мы танцевали на Советской площади и показали нас по Центральным телевидениям. Но у нас еще созданы те, кто не может, может быть, танцевать. Есть клуб «Второе дыхание», то есть скандинавская ходьба. В основном в каждом районе есть эта скандинавская ходьба. И мы сейчас проводим очень много мероприятий по скандинавской ходьбе. Одним из таких активных – это было село Толбухино. Мы прошли 100 человек, прошли вокруг озера. Познакомились с историей села Толбухино. И сейчас продолжаем с ними. Впереди у нас большие планы. А какие проекты выбирают сами люди, которые приходят к вам в общество? Это творческие мастерские, это спортивные увлечения? Да, творческие мастерские есть. Вот знаете, сейчас мы задумали провести в Вятском бег в лаптях. Вроде так это, знаете, ну что бег в лаптях? А мы их учим, как плести лапти. Это история. Не многие умеют лапти плести. Поэтому это очень интересно. Многие заинтересовались. Но еще самое-то главное, что впереди у нас большие старты. Среди пенсионеров России. Это соревнования по компьютерному многоборью. В прошлом году мы ездили в Курск. В этом году они будут соревновать. Сначала мы проводим свои соревнования. То есть выбираем лучших. А потом они идут на всероссийский конкурс. Два человека в Новосибирске. Затем у нас есть соревнования по легкой атлетике, настольному теннису, плаванию. Мы тоже собираем. Люди готовятся. Уже начали готовиться для того, чтобы попасть в сборную команду нашего Союза. И правильно ли я понимаю, что все люди, состоящие в обществе, они все инициативные? Очень инициативные. То есть их не нужно заставлять и не нужно что-то им предлагать? Мы их не заставляем, наоборот, они приходят нами новыми идеями, с новыми задачами. Вот я сейчас сюда пришла, у меня поет хор. А у нас была битва хоров в Саратове. Но, правда, я уже так немножко их пообманула. И говорю, да все у нас женские хоры. А я говорю, а я создам мужской хор. Я создала его. У нас там поют мужчины. Очень интересно. То есть жизнь другая. То есть вот такое мы делаем. Союз пенсионеров не сидит на месте. Все куда-то бежим, куда-то идем. Тамара Витальевна, у вас также, наверное, ученых ваше общество инициативы хоть отбавляет. Вы знаете, если раньше я 40 лет отработала с детьми, то это такие же дети. Это я все время говорю, боже мой. Это же пионерский отряд. Самый настоящий пионерский отряд. Настолько активно, вы знаете, глаза светятся. И многие стали сочинять стихи. И настолько активно работают. Просто в диву даешься. И вот нисколько не верится, что это вот такой большой-большой возраст у них. Это вообще чудо какое-то. И тогда позвольте задать вопрос. Как попасть в ваше общество и в вашу, Валентина Петровна? То есть это достаточно просто желание? Это просто желание. Но единственное, что мы рекламу не делаем. Если будем делать рекламу, у нас, во-первых, группы небольшие. Это где-то 20, но самое большее 25 человек. Класс у нас небольшой. А нам больше не надо. Потому что это, наоборот, усваивается очень хорошо. Все программы, которые у нас, мы доходим до каждого человека. И поэтому много не надо, в принципе. И если народ работает сарафан на радио, потому что люди друг другу передают. Зашли к нам, так робко-робко заходят. А вы знаете, я говорю, проходите сейчас. Раз вы дошли до нас, переступили порог, вы наши. А у нас так же, но только у нас другая немножко система. У нас в каждом районе есть свой союз. То есть есть старшие, которые работают по моему плану. И проводят тоже мероприятия в своем районе. Потому что я понимаю, особенно сейчас, дорога слишком дорогая. Приходится немножко экономить для пенсионеров. Поэтому мы проводим сначала в районах. Они приходят в районы, пишут заявление, чтобы они вступили в союз. Потому что без заявлений мы не принимаем. Но вы открыты к новым людям. Открыты, конечно. Приходим и говорят, пожалуйста, заявление берите. Это никакой проблемы. Спасибо вам большое за беседу. И напомню, сегодня мы говорили с представителями двух социально важных общественных организаций. Это Егорова Тамара Витальевна, руководитель информационно-образовательного центра «Золотой возраст». И Быкова Валентина Петровна, председатель регионального отделения Союза пенсионеров России. Это была программа «В тему». Эфир провел Юрий Соболев. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова